В эфире новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Подарок получила ветеран войны Галина Мироновна Федотова, проживающая в микрорайоне Бутово парк. Очень много предпринимателей отозвались, участвовали в такой большой благотворительной акции. Начинается очередной этап реставрации Церкви Преображения Господня в селе Остров. Волонтеры спешат на помощь жителям городского округа старше 65 лет. Волонтеры очень заботились, они мне носили все продукты, лекарства. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне продолжается честнение ветеранов. По инициативе администрации территориального отдела Булатниковская и депутатов Ленинского городского округа Галине Мироновне Федотовой, проживающей в микрорайоне Бутово парк, был подготовлен подарок. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Депутаты Ленинского городского округа совместно с руководством территориального отдела Булатниковская решили в юбилейный победный год поздравить тех, кто прошел через ужасы войны, а ныне проживает в нашем муниципалитете. Очень много предпринимателей отозвались, участвовали в такой большой благотворительной акции помощь ветеранам, участникам войны, тружникам тыла и детям войны. Галина Мироновна Федотова – человек с непростой судьбой. Она родилась в Ленинграде и оставалась в городе-на-Неве в то время, когда он был отрезан блокадой. Выстрелы всякие. Конечно, страх был большой и голод наш. Но, как видите, выжили мы. Пережив войну, она вместе с семьей уехала в Карелию, где выросла и вышла замуж в первый раз. К сожалению, в скором времени муж умер. Позже та же участь постигла и второго мужа Галины Мироновны. После двух браков у нее осталось двое детей, которых ей удалось вырастить и поставить на ноги. А когда наступили тяжелые 90-е годы, чтобы свести концы с концами, женщина уехала на заработки в Соединенные Штаты Америки. Там она стала домработницей и ухаживала за инвалидом. На тот момент Галине Мироновне было уже 60 лет. А его надо и обмыть, и приготовить, убраться, все сделать. Правильно? Языка-то плохо, коряво. Не знаю, конечно, так. Но они меня понимали. А мне что надо? Приготовить, убрать. И все ухаживала. Проведя в Америке 4 года, наша героиня вернулась в Россию. С недавних пор проживает в жилом комплексе «Бутово парк». В новой квартире ей не хватало только духового шкафа на кухню. О чем и позаботились меценаты. Всех предпринимателей, которые активно приняли участие в поздравительной кампании, отозвались и участвовали с нами вместе в поздравлениях. Конечно, мы от души поблагодарим этих людей, потому что это очень важно, очень приятно, чтобы бизнес был социально активный, социально сознательный. В свою очередь Галина Мироновна поблагодарила всех причастных за подарок и в будущем пригласила на чай с пирогами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Почти 26 лет военно-патриотический клуб Ленинского городского округа застава ежегодно выезжает в поисковые экспедиции. За это время было найдено более двух с половиной тысяч останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об истории клуба и планах на будущей экспедиции расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Буквально через пару месяцев после создания военно-патриотического клуба «Застава» состоялся первый поисковый выезд в Новгородскую область. Тогда подняли останки 28 советских десантников. Сегодня старожилы клуба могут с уверенностью сказать – это был самый запоминающийся опыт. За 25 лет подобных экспедиций было более ста, и большая работа проделывается до выезда. Это морально-этическое воспитание участников поискового отряда, возраст которых от 14 до 18 лет. Этика поисковика, она очень важна. И вот, наверное, уже последние лет 15, как мы уже работаем вот в этом направлении в том числе, то есть у нас дети, ни одного не было случая, чтобы кто-то как-то пренебрежительно высказался даже в адрес вот этих вот погибших воинов. То есть все достаточно такие с пониманием относятся. География экспедиции внушительная. Около ста регионов России, но большинство раскопок происходили в Новгородской области. Там хорошо налажено сотрудничество с местными поисковыми отрядами. Часто они работают как группа разведки. На новгородской земле, кстати, в 2015 году были найдены обломки самолета и останки знаменитого местного военного летчика, героя Советского Союза Василия Романенко. Мы торжественно захоронили его останки. А на следующий год уже было, вот как раз под 9 мая, уже был тоже такой момент, что, значит, сделали уже камень. На въезде в Демянск, прямо перед Стеллой установило огромнейший знак, такой же желтый большой, что здесь захоронен Романенко Василий Сергеевич, там уничтоживший, там летчик был, уничтоживший там тысячу фашистов. За годы существования клуба было поднято более 2200 останков погибших солдат. В этом году экспедиция была запланирована на апрель, но коронавирус внес свои коррективы. Сейчас руководители клуба ориентируются на июль-август, но точной даты пока нет. Ребята готовы, а те, кто уже не в первый раз выезжает, так они вообще соскучились по такому выезду. Ну и, соответственно, мы как руководители тоже очень ждем, хотим, мечтаем, скажем так, об этом. Вот, готовы. Еще в планах на этот год – открытие своего музея. Как говорит руководитель клуба Владимир Ивлев, это будет нечто уникальное. Не просто экспозиция предметов, найденных на местах раскопок, а увлекательная экскурсия, которая непременно должна произвести впечатление на каждого, кто ее посетит. Предположительно, открытие состоится осенью. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно-это. Начинается очередной этап реставрации церкви «Преображение Господня» в селе Остров. Построенная в XVI веке, она является всемирно известным образцом русского зодчества. В 2014 году здесь уже проводились масштабные работы по укреплению фундамента храма и несущих конструкций. Вновь вокруг стен сооружений рабочие устанавливают леса. Церковь «Преображение Господня» – государственный памятник архитектуры. Работы по реставрации здесь будут проводиться за счет федерального бюджета. Они продлятся до конца года. Во время проведения реставрации храм будет открыт для свободного посещения, а службы будут проходить согласно расписанию. Последний раз реставрация церкви проводилась в 2017 году. В главном храме, а также в галерее, соединяющей пределы, проводились работы по прокладке отопительных систем, утеплению перекрытий и замене старых окон на новые. В связи с коронавирусной инфекцией Роспотребнадзор призывает пожилых россиян продолжать соблюдать режим самоизоляции. Людям старше 65 лет рекомендуют как можно реже выходить в магазины. С покупкой и доставкой продуктов и лекарств пенсионерам помогают волонтеры. Наша съемочная группа вместе с добровольцами посетила несколько адресов видновчан, которые попали в зону риска и не выходят из дома. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Волонтеры Арсен Янакян и Иван Грачев готовятся выехать на вызов. Обязательная экипировка, медицинская маска и перчатки. Они встречаются на пороге здания, где расположена общественная палата Ленинского городского округа. Здесь находится волонтерский штаб. Сегодня, помимо основных заявок, им также нужно доставить гуманитарную помощь. Продуктовые наборы от губернатора Московской области. Арсен вступил в ряды активистов почти с самого начала самоизоляции. Он признается, что для него было очень важно не остаться в стороне и помогать в этот непростой период. Мы стараемся, трудимся, делаем. И просто ответственно к этому относимся. Это считаем долг каждого жителя, который может помочь. Есть две руки, две ноги, он должен этим заниматься. Арсен 10 лет занимается каратэ. Сейчас спортивные навыки помогают. Ведь иногда за день нужно посетить более 20 адресов. А это физически непросто. Ответственность какая-то. Берешь на себя ответственность, что ты должен все довести и отдать все людям. Это самое сложное. Волонтерские чаты оживают с раннего утра. Координаторы выкладывают заявки, добровольцы их моментально разбирают. Иван Крачев, тренер по тяжелоатлетике в спортивной школе Олимпийского резерва, рассказывает, что фронт работы большой и с каждым днем увеличивается. Но и желающих помогать тоже много. Воспитанники, которые у меня раньше тренировались, они отликнулись и тоже нам помогают. Причем я очень был удивлен. Это не очень мало людей. Правда, там помогают ребята. Говорят, да, конечно, мы можем помочь. Одним из обращений, поступивших в минувшие выходные на горячую линию, стал звонок от ветерана Великой Отечественной войны Нины Кайминой. Она попросила помочь с доставкой продуктов питания. Необходимая помощь была оперативно оказана. Волонтеры выполнили просьбу, соблюдая все необходимые меры предосторожности. То, что вы просили помочь купить, мы купили, доставили. Хорошо, спасибо большое. Я очень рада. Волонтеры очень заботились. Они мне носили все продукты, лекарства. Я думаю, все такие, потому что шли на это сами. Их никто не заставлял. В период распространения инфекции самое главное – оградить представителей старшего поколения от опасности заражения. И волонтерская помощь в это время востребована как никогда. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВИДНЕ ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.